Вампиры Вампира, пройдившего нашего героя, убивают, а его самого отправляют на серию самоубийственных заданий, и то только благодаря напряженной политической обстановке в городе. Игра относительно точно следует сеттингу Мир Тьмы, где всякая волшебная шушевальца существует с современным человечеством. Самые ушлые представители Мира Тьмы, по их же мнению, вампиры, потомки того самого Кайна по крови. Вампиры делятся на кланы, а кланы кучкуются в группировке секты, самые сильные из которых сторонники скрытности Камарилья и маньяки Шабаша. Герою предстоит попытаться спасти свою задницу и завоевать место под солнцем, то есть, простите, под луной, общаясь с шизанутыми жителями Мира Тьмы, вернее, той его части, что умещается в Лос-Анджелесе. Решают цепочки нелинейных и порой запутанных квестов, походу прокачивая характеристики, влияющие на скиллы. Что характерно, за фраги опыт не дают, только за выполнение заданий, причем за прохождение с выпад в Эвертом начисляют больше. Увы, благодаря союзу с Сатаной, то есть, простите, Activision, игру довести до ума не дали, и вышла она феерически куцей, настолько, что даже 9000 фанатских патчей ее не долечили. Багов там столько, что можно рехнуться, а концовка очень сильно смазана, хотя, несмотря ни на что эпично. Игра, увы, не проходима на одних диалогах, но очень к этому близка, а вот такой графон хромает на обе ноги. Лицевые анимации, правда, офигительны, а диалоги прописаны просто феерично, что вкупе с отличной актерской игрой, в большинстве случаев, дает отменный эффект погружения. Если вам хочется пройти такой себе Deus Ex с политикой и кровососками, то лучшего варианта все равно нет. Да и игра, как ни крути, шикарная, если вы не маниакальный щепительный эстет.